Этого человека я знаю уже очень давно В своем выступлении эффективные показатели KPI Этот лидер уже очень давно использует свои деятельности Анализирует работу своей структуры И использует эти показатели для планирования своей деятельности Этот человек надежный партнер И он является надежным партнером не только для своих дистрибьюторов Для дистрибьюторов в своей структуре Но и для всех, кто бы к ней не обратился Для меня, наверное, я сейчас скажу немножко необычную фразу Этот человек ассоциируется с мамой Ну, не по возрасту, это, наверное, состояние души Это такая некая сетевая мама Которая является очень солнечной, заботливой, искренней Мама, которая щедро делится со своими детьми Той мудростью, теми навыками, которыми она владеет Мама, которая вселяет в своих детей уверенность Мама, которая учит своих детей быть порядочными И объясняет, что самый большой капитал в жизни Которого может заработать человек Это честь и достоинство Итак, встречайте Нет Наверное, я хотел бы еще регалии перечислить Эта женщина является второй женщиной Полковником казачьего войска Украины Первый платиновый мастер Украины Обаятельная коралловая мама Ирина Гейер Спасибо Удачи вам, удачи вам Спасибо огромное! Вы знаете, я действительно очень волнуюсь. Да, если вы думаете, что у лидеров нет волнения, то оно волнение не потому, что мы боимся что-то забыть. Мы хотим быть максимально всегда эффективными и доносить свою мысль просто и лаконично, для того, чтобы она была понятна огромному количеству людей. Моё выступление заключительное, поэтому это накладывает огромную ответственность. Я не знаю, как вы, но у меня третий день огромное счастье. Огромное счастье присутствовать в этом зале, слышать все выступления, участвовать во всём этом. Вы знаете, и в общем-то, наверное, в моё выступление я должен подвести какой-то итог, поставить какую-то точку, чтобы, уехав отсюда, у вас в голове был порядок. Я, вы знаете, эти дни хожу, разговариваю с людьми и спрашиваю, ну как те события? И самый распространённый ответ – супер, супер. Я говорю, это ни о чём. Ну вот мне понравилось выступление того-то. Я говорю, это замечательно. А что вообще, что дало тебе это событие? Событие должно дать вот всё, что мы здесь делаем с руководством, президентским советом, все лидеры, все те люди, которые стремились, достигли. Цель нашего события одна – чтобы вы поверили, что вы можете, чтобы была у вас уверенность в компании, что на долгие годы вас ждёт развитие и процветание. Всё, что вы должны здесь понять – это ощутить гордость за принадлежание к великой стране, которая называется Коралловый клуб. И самое главное – принять решение. Решение действовать, а не только восхищаться, потому что в результате действий будут ваши результаты. Будет то, что называться признанием, будет то, что называться успехом. За эти дни было сказано абсолютно всё, и всё самое важное, и всё самое главное. И если пройтись, то было дано и технике. Великолепное выступление Натальи Симоновой. Ну как лучше показать, что такое холодные контакты. Ни на словах, ни на теории. Я Наташу знаю все годы в компании. С первого события в компании я пришла, Наташа была изумрудным директором. И это был мастер рандеву, мастер общения, мастер холодных контактов. И для Наташи выступление на сцене было вообще самым ужасным, большим ужасом. Но на сегодняшний день это суперпрофессиональный спикер. И она показала действительно мастер-класс холодных контактов. Следующее выступление человека, который для компаний, для каждого из нас, для наших детей, сделал колоссальную вещь. Колоссальное то, что привлекло молодёжь, показало, что это реально для них, что они могут. Это выступление Александра Подпорина. И он сказал простые обыкновенные слова, ребята. Темп встреч, отношение к продукту, ваше желание и вдохновение. Выступление, конечно же, Алексея, как всегда, чёткие, лаконичные. Они говорили об одном, ребята, уважение к тем людям, которые вас пригласили, которые заинтересованы в вашем развитии. И они строятся на благодарности, уважении и признании. Феерическое выступление Ольги Бутаковой. Как всегда, я не знаю, будем мы пить или нет, но то, что кормить печень, Олечка, сто процентов. Вы знаете, конечно же, восхитительное выступление Михаила Литинского. Я давно не слышала Михаила, но я помню первые его выступления. Как мы их ждали, как мы хотели услышать. Почему? Потому что действительно динамическое было развитие. И Михаил всегда был концептуален. Никогда не было воды в его выступлениях. Он брал одну тему и раскрывал её так, что, по-моему, было понятно любому человеку, который мог сидеть в зале. Конечно же, сегодня блиц выступления историй. Я не знаю, но для меня самым волнующим является, когда человек впервые со сцены учится рассказывать свою историю. И историю так, чтобы можно было научить чему-то. Ну, наверное, самое блестящее выступление вы поймёте. Это, конечно, было Виктора. Потому что уже понять, что медленно развиваться, это просто глупо. Виктор, это вам аплодисменты. Вы знаете, были колоссально важны для нас, для лидеров, которые в компании очень много лет, которые являлись участником создания этой великой страны, этой великой компании. Было выступление генерального директора Эрика Меграбяна. Почему? Потому что была показана чёткая перспектива и установка на развитие, на движение. Под это была подложена абсолютно чёткая организация его команды, профессионалов, которые делают всё с точки зрения продуктовой линейки. Серёжа, отдельное спасибо за вашу страсть, за вашу увлечённость, за ваше неравнодушие и за тот ассортимент, который у нас появляется. Конечно же, блестящее выступление профессора Душика. Вот, знаете, фамилия соответствует, наверное, вот действительно душевности этого человека. Я была приятно удивлена выступлению совсем нового человека в команде, руководства компании Сергея, который показал, что создаются новые инструменты, возможности нам быть в курсе всего, пользоваться, иметь обратную связь, иметь огромные перспективы общения со всем миром. Спасибо вам огромное за вашу работу. Вы знаете, может быть, не очень видна, но то, что вот проходит так событие, на таком уровне, на таком профессионализме, и от события к событию мы себя совершенствуем, в этом огромная заслуга Дмитрия Ананикова. Спасибо огромное, потому что в этом стоит огромный труд. То есть сделано все. Колоссальный опыт лидеров компаний, практиков, не теоретиков. Ну, наверное, уже на любую тему есть и брошюрки, и методички, и как коктейли пить, и как не пить. Все есть. Но это никогда не заработает, если вы не начнете пользоваться первым и самым главным инструментом. И как вы думаете, это кто? Как-то я плохо слышу. Я сам. Что такое я сам? Виктор, наверное, действительно красиво сказал, я сидел в зале, и вдруг мне сказали, что ты можешь. Человек говорил на сцене, не обращаясь именно к Виктору. Но он услышал, что эти слова были для него. И он захотел состояться. Это принятие решения. Принятие решения. Если мне сказали, что я могу, мне просто надо освоить и начать делать, что меня приведет к результату, который я хочу. И вы знаете, начинается все с себя, это с принятия решения. Вы знаете, это не важно, верите вы в себя сегодня или нет. Вы находитесь в спонсорских вертикалях суперпрофессионалов, которые точно в вас верят. И многие на сегодняшний день люди, которые только получали первое название, говорили, я еще не верил в себя, но спонсор в меня верил больше, чем я. Вы слышали это? Поэтому это вопрос одного. То, что не верите, вера формируется. Формируется через какие-то шаги, через какие-то результаты. Вера не приходит за один день ни к одному человеку. Это работа. Это работа по движению четко определенной цели. Принять решение. Наметить цель, ради которой вы будете сражаться. Которая будет вас сгреть и согревать. И я не понимаю. Я пришла в сетевую маркетинговую индустрию состояться и заработать деньги. Меня эта тема интересовала. Я не очень верила в большие цифры, но желание стоить в 10 раз дороже мною двигало. И поэтому и в 10 раз. То есть не чуть-чуть попробовать, не чуть-чуть больше, а нормальное, которое было понятно моему разуму. И я понимала прекрасно, что мне придется ломать себя. Мне придется очень многое преодолевать. По одной простой причине. Да, я технический работник, я инженер. И я никогда не занималась торговлей, продажей. Я воспитывалась в Советском Союзе. У нас не было слова купить, у нас было слово достать. И у нас было четкое разделение торгаши и интеллигенция. Было это? Это программа в голове. Я была достаточно активным человеком, организатором. Но представить к чужим людям или подходить с кем-то знакомиться, для меня это было равносильно прижег в яму с гремучими змеями. Потому что если меня представляли, тут я спляшу. А самой нет. Я еще и пришла в тему БАДы. Человек, имеющий техническое образование, никогда никого отношения не имеющий. Но я поняла, что этот путь для меня. И я видела людей, которые состоялись. Которые говорили, что мы тоже не знали, сомневались, но начали действовать под управлением наставников. И у них это получилось. И я поняла, что я буду это осваивать. Неважно, умею я или не умею. Комфортно мне будет или некомфортно. Но если я это не освою, у меня ничего не получится. Поэтому была поставлена цель. Я буду сейчас говорить только о Коралловом клубе. Я не понимаю, почему надо ставить цель директор. Мой мозг не воспринимает это. Это должно быть просто, если я хочу успеха, это должно быть, как пришел в первый класс, и надо научиться читать и писать. Потому что глупо получить образование, не освоив всего лишь элементарных вещей. Поэтому, придя в компанию, вот здесь сидят люди, которые встали, очень большой процент залом, написали VIP персоны. Это было? Это писали вы? Ну, тогда и какая цель у вас должна быть? Минимум. Звездный платиновый мастер. Большая, серьезная цель. Если вы пришли и считаете, что это нормально, вы хотите, вы видите плеяду звездного мастера, платиновых мастеров, и вам нравятся наши результаты, наш образ жизни, признание, которое мы получаем. Вам это нравится? Вам нравится уважение? Ну, практически всей компании, ну, нам нравится? Я вам хочу сказать, вы достойны этого. Но поставьте хорошую, серьезную цель. И эта цель ни за день, ни за два. Но вы, дав слово себе, должны делать все, чтобы от нее не отказаться. Разбейте ее на поэтапные шаги. Я пришла в компанию, и действительно, первый разговор с Мариной Яковлевной, когда был, с Мариной Федоренко, она положила передо мной маркетинг-листочек, при том на стороне потребительском, и спросила, где ты себя видишь? Я перевернула на другую сторону, села, прочитала, со своим зрением напрягла зрение, написала, прочитала, «Звездный мастер». Она спросила, почему? Я сказала, там стоят максимальные деньги. Она говорит, замечательно и хорошо. Тогда я тебе скажу, что надо делать. И если ты будешь это делать 3-4 месяца, то ты придешь к результату. Она мне даже еще купила. Она говорит, я вижу твои сомнения и все остальное. Ну давай поиграем. Ну давай 3-4 месяца ты будешь делать, не получишь результата, спокойно уйдешь. И она мне поставила первую цель 3-4 месяца стать изумрудным директором. И мы можем рассказывать разные вещи, разные сказки, но я считаю, что лидерство и уже высочайшая ответственность начинается именно с квалификации изумрудный директор. Вы знаете, если это действительно, то начните делать простые действия. Какие? Стать директором в минимально короткий срок. Найти хотя бы троих, которые в такой же срок готовы ради себя сражаться, осваивать и обучаться. Это правильно? Троих. Что помочь? Сдублицировать. На 4-й месяц я закрыла статус изумрудного директора. Не знаю, может мы пришли в компанию, не было инструментов, никто нас не пугал, что страшно делать квалификации, никто не говорил, что это тяжело. Поэтому был подъем, было желание, было движение, и у нас изумруд, это вообще было абсолютной нормой, Наташа. Вспомни. Групповой полторы тысячи, кстати. И никто, ну просто вообще даже никто не соображал, ну не задумывался. Надо, значит надо сделать. Кто это будет делать? Я. Я пришел. Что мне для того, чтобы начать двигаться и развиваться, первое, что мне надо делать? Слушать наставника, а не изобретать велосипед. То есть есть спонсорская вертикаль, человек, который знает, как это сделать в минимально короткий срок. И взять на себя ответствие, делать все, что он говорит, даже если не понимаете. Второе. В минимально короткий срок мне надо выучить что? Ассортимент. Хотя бы набор, который понятен мне. Третье. Мне надо начать употреблять продукт, чтобы иметь собственный результат. Потому что разговаривая с людьми, будет первый вопрос, а ты сам это? Сталкивались с этим? Четвертое. Темп встреч. Не умеешь разговаривать? Иди разговаривай. Не умеешь? Иди и делай. Потому что даже если сегодня у тебя что-то не получится, завтра ты начнешь делать, через 10 дней у тебя в 10 раз будет лучше получаться, чем сегодня. Другого закона нет. Мы вот стояли сейчас с Гурамом разговаривали. И я говорю, мне это напоминает, как вообще законы успеха едины во всем. Представьте, ребенка привели в спортивную секцию. Почему? Потому что он очень хочет стать выдающимся спортсменом. И он ходит на тренировки. Для того, чтобы понять, чему-то он научился или нет, есть первое соревнование. Правильно? И он проигрывает. Как вы думаете, тот, который хочет стать спортсменом, что он будет делать? Он будет более активно ходить, более активно тренироваться, он будет присматриваться, у кого получается, кто сделал. Он будет учиться не у тех, у кого не получается, а у тех, у кого, чьи результаты он хочет повторить. И второе соревнование, он опять проигрывает. Ну и что? Ведь он пришел и не отказывается от своей цели, пока он не состоится. Именно из этих людей вырастают выдающиеся спортсмены. И чаще всего те мальчики, которые, выходя на подиум, одерживают победу, перестают усердно тренироваться и чаще всего уходят из спорта. Вы замечали? Ну вот Наташа показывала отрывок из фильма «Легенда номер 17» про Валерия Харламова. Ведь все говорили, что мальчик для хоккея непригоден. Нет у него данных. Если бы он услышал и поверил, что это правда. Я к тому, что, начиная заниматься сетевым маркетингом, нам говорят, ты что размечтался? Ты что решил, что у тебя получится? Это те тут по ушам проехали. Они тут первые, они зарабатывают деньги. Там уже все разобрано. Вы слышите это? И те, кто это слышат, те начинают думать, людей нет, продуктик дорогой. А есть те, которые не слышат. Так вот я, когда пришла в сетевой маркетинг, я себе дала установку начать очень сильно контролировать, что я слышу и кого я слушаю. По одной простой причине. Потому что мне надо было слышать только тех, у кого получилось. Я не могла заставить себя не слышать, потому что ныли все вокруг. Я могла единственное взять ноги и свои уши унести в другой угол. Это правильно? Самое интересное, приезжая на события, я вдруг стала понимать, что по углам вещают многие. Говорунов много. Людей дела мало. И меня стали интересовать люди, имеющие право стоять на сцене. Потому что за ними стоял результат. И я вот сколько приезжаю на события со своими молодыми ребятами, я всегда говорю, что ребята, перестаньте развешивать уши и ходить по углам слушать, где интересненько. Если вам нужна темп и скорость, то разговаривайте с тем, кто стоит на сцене. Сегодня огромное количество ребят достигли статуса. Вчера, например, были изумруды, да? Были бриллианты. Подойдите к ним и спросите, ты сколько в компании? С каким темпом? Что? Если вам нравится спокойный темп, 10-12 лет, нормально, это ваш выбор, это ваша скорость. Разговаривайте с тем, кто и шёл 10-12 лет. Не надо задавать вопросы тем, кто хочет это делать за год. Потому что у вас будет стресс. У вас будет полная дисгармония и полный дискомфорт. Но если вы действительно цените время своей жизни и понимаете, что каждый день ушедший не вернуть, то тогда спрашивайте, ты сколько? Ты как достиг? А что ты делал? Если вы поставили цель мастера, то с мастерами надо было переговорить и узнать. А я считаю, что все золотые директора, которые здесь сидят и которые написали себе випы, они должны поставить минимально, там, например, октябрь-ноябрь, ну, максимум на следующем форуме получать мастера. И даже если вы не верите в это, и даже если вы не верите, и вы пока сомневаетесь, такой вы или нет, начните задавать вопросы людям действия. Начните подражать им. Начните делать, а не рассуждать. Я как-то задумалась, почему в русских сказках всегда все достается Ивану-дураку. Вы никогда не замечали? И полцарства, и принцесса, и все. Во-первых, его дураком назвали. Почему? Потому что у него было собственное мнение. Он делал что-то отличное от всех. Правильно? Самое интересное, когда ему ставилась задача там в тридевятом царстве, в тридевятом государстве привезти принцессу, он не рассуждал. Ему сказали полцарства. Он встал и пошел. Он даже не переживал, будут трудности или нет. Он встречал бабу Яум, его не интересовало, какая она страшная. Его интересовало, как дойти за полцарством. Это правильно? Не важно, какие препятствия, не важно, что. Он видел цель, не видел преград. Возвращался, получал полцарства и принцессу. И все говорили, вот сволоча. Мы умные, интеллигентные люди, а все дураку. Поэтому не надо думать, что мы все знаем. Не важно, какие у нас регалии, не важно, какие были заслуги. Но мы выбрали коралловый клуб как инструмент для достижения целей, как средство, которое может меня перенести из точки А, где я нахожусь, в точку Б, в которой я хочу находиться. И здесь темп и скорость очень важны, потому что если вы будете ползти, вы устанете. Если вы начнете движение, то у вас появится и вдохновение, и страсть, и кураж, и все, только через действия, которые каждый день чуть улучшаются, чуть совершенствуются. Другого ничего нет. Эрик показал хороший слайд. Я здесь, моя цель. И какая разница, кто стоит там? Некогда отвлекаться на них. Некогда. Это у них проблемы, это их мнение. А мое мнение и моя вера в наставника, чей результат меня вдохновляет, для меня становится первостепенным и первозначимым. Меня так часто спрашивают, Ира, ну вот сколько ты раздавала информационных пакетов и все остальное. Не поверите, три месяца ежедневно десять раздавала, десять забирала. У меня не было денег на транспорт. Мне надо было ходить пешком. Я на тот момент была в Махачкале. Я купировала карту Махачкалы и по ней перемещалась. Меня кто-то заставлял это делать? Нет. Но за три месяца я нашла уже людей. Самое интересное, я научилась говорить не хуже, чем на кассете Марина Яковлевна. Я уже за это время получила результат свой, получила результат людей. И мне не было необходимости ходить и всовывать информационный пакет. Чем быстрее вы научитесь общаться, коммуницировать, четко излагать свои мысли и цели, потому что если вот вы послушаете, возьмите диктофон и запишите себя, как вы делаете предложение. Ну или хотя бы расскажите на тему, куда я хочу прийти. А потом включите и послушайте. И подумайте. Это вообще о чем-то? Вы знаете, придя в сетевой маркетинг, я поняла, что надо стать лидером. Я никогда не задумывалась на тему лидерства, потому что все-таки в очень своих узких кругах я была признанным лидером. А в сетевом маркетинге мне надо было что-то делать. И я вот, как Эрик говорит, я нашла такую технику, их много, но я могу поделиться той техникой, которой пользовалась я. Она гласила так. Возьмите и напишите сочетнение на тему «Человек, за которым бы я пошел». У вас же всех есть представление, за кем бы лично вы хотели пойти. Самое интересное, написав это сочинение каждый вечер перед сном или утром, неважно, вы его прочитываете и можете что-то дополнять, что-то перечеркивать, что-то где-то как-то. В конце недели, поскольку это уже будет все перечеркнуто, перепишите на чистовик и дальше опять делайте. Вы знаете, чем детальнее вы опишите человека, за которым вы хотите идти, потратив на это время, может, кому-то месяц понадобится, кому-то три, неважно. Важно, чтобы вы поняли. Следующий шаг, посмотрите, чего не хватает вам. Вы же знаете, что такое идеальный человек, за которым бы вы пошли. Посмотрите, чего не хватает вам. Вы знаете, я поняла, вот когда я это делала, я поняла, что мне не хватает терпения. Я и сейчас не сильно терпеливый человек. Но, по крайней мере, на начальном этапе, чтобы увлечь за собой людей, мне надо было научиться слушать. Вот у кого есть такое? Если что-то не по-вашему, вы уже не дослушиваете, у вас уже готов ответ. У кого такой есть? Ну, сразу аргумент такой. Правда? И вот я знала, что Божию сохрани, я же тут переговорю всех, кого угодно. Но вопрос же не переговорить человека, не быть сверху. Самое интересное, я вначале даже спорила, пока не прочитала о том, что в споре никогда не рождается истина. Из спора оба уходят с глубоким убеждением, что второй козел. и чем дальше уходя, приходят все более и более аргументы, надо было сказать это, надо было сказать это. Есть такое? Я поняла, что это не то качество, которое позволит привлечь за собой людей. Не поверите, использовала в силу две техники. Первая, чисто резинку одела, денежки которыми сцепляются. И когда я начала чувствовать, что у меня уже поднимается раздражение, я просто себя стреляла. Через неделю, я их порвала много, но через неделю у меня появился синячок. И я уже начала контролировать вот то состояние, когда у меня не слух, а возражение. В этот момент я просто начал, когда я уже начал ловить это состояние, я прежде чем ответить, считала про себя до 10. Поскольку я слышала лидеров, которые говорили, они говорили, любой навык отрабатывается 90 дней, поэтому меня не пугало, что через 10 или через 30 или на 45-й день у меня хотя бы стало это получаться. Я знала, что 90 дней это надо делать. Не поверите. И произошли совершенно, вот знаете, волшебство, как говорит Миша. Волшебство. Я просто нашла что-то, над чем собралась работать. И начала это делать каждодневно. Вдруг я начала видеть вокруг себя огромное количество потрясающих людей. Я их начала слышать. Я перестала перед ними спорить. Самое интересное, пришло абсолютное спокойствие, уверенность, что я не должна всем нравиться, что не должно нравиться всем моё предложение. Меня не волнует, кому я нравлюсь или не нравлюсь. Мне надо найти того, кому интересно, кому вызвало я любопытство. Потому что с этим человеком мы что-то сможем сделать, правильно? Куда-то прийти. Кто рукопрель? Если вы обидчивый человек, ну начните работать не над всем сразу. Не произойдёт чудо за один день. Но ваше внутреннее желание, ваша ответственность перед решением, взятым вами, будет вами двигать. Мне часто говорят, Ира, что тебя мотивировало, что тебя мотивировало? Принятое решение. Принятое решение, что я пять лет буду осваивать это как профессия. Буду осваивать как профессия для того, чтобы состояться. На всякий случай, если я отмазку, конечно, сказала, если через пять лет не получится, вернусь к дипломам. Как профессионально зарабатывать пособие по нищете, я знаю. Но пять лет это надо было делать каждый день, если я хотела это делать быстрее. Не получалось? Долго. Не поверите, я точно так переживала сказать цену. Вот кто может хорошо рассказать о продукте, и как только вопрос стоит, сколько стоит, у вас просто спазм в горле и колики. У кого такое есть? И вы что-то блеете? Я тоже так. И, знаете, разозлил меня один случай. Я пришла к женщине, я ей рассказала о продукции, когда сказала цену, сказала у Ира, нет, 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 это очень дорого. Я, естественно, ушла. на завтра другой дистрибьютор с этой же компанией, с этой же продукцией, по этой же цене. С моей точки зрения, человек, который даже говорить не мог толком, тут я птица говорун, а это что-то блеяло. Но у нее взяли баночку, а у меня нет. И я поняла вопрос не в цене и не в продукте. Вопрос в одном, почему ей открыли кошелек, а мне нет. И я поняла о том, что люди нас воспринимают на уровне эмоциональном. И когда вы хорошо рассказываете, расположили человека к себе, когда вы только, вам задают вопрос, сколько это стоит, и ваше, то, что вы стушевались, у человека на уровне подсознания срабатывает. Так, кошелек запрячем. Пришли отобрать. Правильно? Вы всю свою презентацию на нет спустили. И я стала учиться. Вот я слушала всех. И мне сказали, Ир, преодоли страх цены. И сказали, что пойди посмотри, как в бутиках продают продавцы, которые не пользуются продукцией, и как они спокойно называют цены. Не поверите, это была Москва. Декабрь месяц, мерзкая погода, у меня поезд очень поздно. И я поехала в охотные ряды, чтобы хоть погреться. Ну и с честким намерением, что надо же как-то начинать преодолевать себя. Спустилась, захожу, и сразу отдел с нижним бельем. И вдруг я вижу, трусики стоят 100 долларов. Мне плохо стало так, что сил нет. Ну тогда зарплата была 60 долларов, поверьте. Я от ужаса. Мне плохо стало. Потом стою такая, сама с собой разговариваю. Ира, но если лежат и стоит цена, значит кто-то же покупает. Ходила я долго по разным отделам, боясь зайти и посмотреть на цены. Ну потому что, что, глядишь на цены, понимаешь, что ты нищий. Вот. В конце концов, отдел подростковой одежды. Я преодолела себя, зашла, стоит женщина, я говорю, скажите, пожалуйста, есть костюм на мальчика-подростка? Она говорит, сколько лет? Я говорю, 14 лет. Она говорит, да. снимает костюм, кладет, я спрашиваю, сколько стоит? Она говорит, 670 долларов. Ну, наверное, врожденное чувство юмора, это единственное, что мне позволило, вот это скованное горло. Вы знаете, что я спросила? А что-нибудь поприличнее у вас есть? Это был факт. Но в этот момент произошло волшебство. И вдруг эта женщина мне начала спокойно говорить, вы знаете, действительно, с 1200 были фантастические костюмы, но они закончились, через неделю подвезут. Вы знаете, что я в этот момент поймала? Она не покупает эти костюмы, но она не боится цену. Вы знаете, я пошла дальше, я зашла в отдел, уже не в охотных рядах, приехав домой, я зашла в отдел шуб, в который в жизни не заходила, и тоже посмотрела, что люди просто называют цену. Зайдите в любой автосалон, стоит мальчик-менеджер, торжующий Мерседесом, он не ездит на Мерседесе, у него нет еще денег. Но спросите, сколько стоит, он вам скажет без запинки, сколько это стоит. Я поняла, что мне надо просто спокойно успокоиться и, зная цену, просто ее произносить. И еще один момент, который мне очень помог, действительно, с достоинством идти в нашу продукцию и работать на результат, а не экономить деньги в кошельке потребителя, это тогда, когда, ну вот у кого есть, смотришь на человека, думаешь, ну у него же денежек нет, ну хоть что-то, он предложил, ну хоть чеснок возьмет. Есть такой, папайю возьмет, и вот я жду результат, вот что произойдет с ним, как он будет мне ноги целовать после этого. Ну вы смеетесь, но я правду говорю. Пришла женщина в Дагестане, я не очень, ну в этом регионе, то есть она пришла в платочки, в длинной юбке, вот, и я так подумала, ну бедненькая девочка, ну женщина, она привела внука, ну вот, я уже Ольгу Алексеевну тогда послушала, ну по всем признакам листы уже с уже выползали. Слюна, прыщи, сопельки бегут, ну такой вот прям. И я такая говорю, ну надо бы хотя бы попробовать противопаразитарную, ну вы хотя бы возьмите минимальную. Фраза ее была просто потрясающая. Она мне спросила, а кто тебе дал право считать деньги в моем кошельке? Твоя задача мне дать правдивую информацию, которая приведет к результату. Поэтому перестаньте думать за людей, перестаньте переживать. Вы даете информацию бесплатно, расправьте плечи, говорите о том, во что вы верите. Если вы употребляете продукт, такой, который дает результат, говорите об этом. Говорите с высоко поднятой головой, не ваша задача решать. Ваша задача донести до человека ценность, то, что может дать человеку. А деньги он себя в кошельке сам посчитает. И скажите, кто должен этому научиться? Только я. Я не хочу больше тратить время на какие-то обучающие вещи. У меня было желание просто какие-то маленькие штришки из моего лично пережитого опыта. И я хочу сказать, перестаньте бояться, Эрик сказал, уберите страхи. Это первые враги, которые парализуют все, волю, жажду движения, отвлекают вас от ваших целей, от вашей мечты и собьют вас точно с намеченного пути. Не бойтесь ничего. Вы не идете ни грабить, ни убивать. Вы не несете никакой гадости и пошлости. Вы не несете идеалы добра и справедливости. Вы будьте честными, честными по отношению к себе, к своим обязательствам, к своим целям и будьте честны перед миром. Декларируйте о наших целях и ценности. Декларируйте о том, что действительно у нас супермаркет уникальной продукции для любого человека, в любой стране мира, в любом уголке, для того, кто понимает, что за его здоровье отничает только он. И человеку можно донести знания, он изменит культуру питья, культуру еды, научится периодически очищаться и будет вам благодарен. Перестаньте замалчивать возможности, которые несет коралловый клуб. Финансовые возможности. Посмотрите, вот две женщины в возрасте далеко за 50 меня восхитили. Какое количество людей на сегодняшний день, которым 55, еще не от 60, и они полные силы энергии, а их уже выкинули, как отработанный материал. И у них нет вообще ничего. Единственный шанс – это коралловый клуб. Наша страна позволит им обрести себя, веру в себя, желание жить, друзей новых, возможность путешествовать. Не лишайте людей этого. Перестаньте бояться, что сказать маме, у которой ребенок ходит явно больной. Несите информацию, доносите, стучитесь. Будьте верными себе, будьте верными преданному своему решению. Не бойтесь ничего и перестаньте отвлекаться на интересненькое. Виктор, чтобы за два года стать платиновым, надо быть настолько целеустремленным, как стрела, выпущенная в цель. Так вот, стрела, выпущенная в цель, не отвлекается на пейзажи. Она четко делает, каждый день, по максимуму. И никто не говорит, и никто не побуждает. Это мое решение, это мое желание. Веру я приобрел, что с этой компанией, с этим коллективом, с этими людьми я достигну всего, даже больше, чем я ожидал. Я желаю вам быть дерзкими, я желаю вам быть голодными, голодными не в плане поесть, а в плане свершений, в плане достижений. Станьте безрассудными с точки зрения того, что это не получится, это не уйдет. Никто не знает, только ваше решение, только ваши действия приведут к тому, что весь мир ахнет и начнет рукоплескать вам. Я вам этого искренне желаю в нашей стране и вместе с нами. в подарок Ирине Гейер от компании продукт Белурон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова